На рассмотрение планируется вынести те же девять вопросов, которые парламентарии должны были рассмотреть на сорванной частью депутатами сессии. Тогда депутаты заявили о том, что не придут на сессию, несмотря на то, что повестка дня включала ряд важных законопроектов. Среди них и поправки в главный финансовый документ. Дополнительные финансовые средства необходимо в сжатые сроки выделить районным администрациям, обеспечить выдачу стимулирующих выплат медикам. Также денежные средства надо направить и на строительство резервной линии электропередачи. Надо, конечно же, финансировать. И с этими поправками тоже должны ознакомиться депутатский корпус. Но потом по ситуации посмотрим, если на комитетах будет вынесено, что данные поправки правильно оформлены. И этот вопрос тоже вынесем на сессию парламента и уже на сессии парламента будем принимать решение. А также предполагалось рассмотреть представленную президентом Анатолием Бибиловым кандидатуру нового главы Центральной избирательной комиссии Эмилии Гагиевой и утверждить состав комиссии. Председатель парламента Алан Таттаев отметил, что разногласия были по процедуре принятия. Все будет сделано в рамках закона. Каждый депутат имеет право голосовать за того или иного кандидата в члене Центральной избирательной комиссии. И именно в этом русле будем голосовать по каждой кандидатуре. Уже путем голосования будем выбирать членов Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия. 16 августа прекращаются полномочия Центральной избирательной комиссии. И парламент должен утвердить представленную кандидатуру президентом. И в том числе и утвердить свою квоту из семи человек, которые будут представлять парламент, политические силы, которые представлены в парламенте. Бойкот депутаты объявили перед каникулами. А это значит, что вопрос касательно ухода на летние парламентские каникулы также остается открытым. И в среду в повестку дня будет включен и этот вопрос. Батрас Хурьев, Алена Уттаева, Рауль Кочиев, Зари Марсоева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.